Уникальные предложения от Евроситибанк Универсальный подход и поддержка клиентов Профессиональное кредитование Евроситибанк – ваш надежный партнер Город Ставрополь, улица Лермонтова, 199, улица 45-я, параллель 2, телефон 23-43-26 Здравствуйте, я Анастасия Янцова, это информбюро программы чистых новостей И вот грифы самых главных событий сегодняшнего дня Гриф «Восток» сегодня глава региона Валерий Гаевский посетил самый восточный район края – Нефтекумский Когда здесь наконец-таки откроют поликлинику, выясняла Анастасия Самойлова Гриф выбора сегодня в школах Ставрополя прошли выборы своих личных президентов Как прошло голосование, выясняла Кристина Ревенко Гриф почти полицейский Ставропольские школьники провели целый день в университете МВД Начали с построения, оживили манекен и закончили учебной драгой Алексей Форсиков с подробностями Гриф «Средневековье» В Ставропольском краеведческом музее открылась новая выставка Как жили наши предки и во что одевались, узнаете из сюжета Олеси Мельховой Гриф «Должники» Налоговая служба простит россиянам ошибочно начисленные налоги Подробности в бизнес-блоке программы Гриф «Гости» Дожди продлили свое пребывание на Ставрополе еще на пару дней Подробнее расскажем как в программе В Ставрополе полицейские накрыли очередные пиратские склады Изъято 36 тысяч дисков с музыкой и фильмами Рассадники нелегальной продукции нашли во время плановых профилактических мероприятий Один из складов на улице Лермонтова был устроен с размахом площадью больше 100 квадратных метров Новинки музыки и кинопроката можно было купить по сходной цене от 30 рублей за штуку Изъятая продукция будет уничтожена Данная продукция была выявлена с признаками контрафактности Основными которыми являются низкая цена, низкое качество полиграфии Запись на диски двух и более фильмов А также отсутствие голограммы Также в одном из помещений был изъят специальный станок для упаковки данных компакт-дисков и их обертыванию Всего было изъято более 36 тысяч данных дисков Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет Поэтому пользуясь случаем хочу обратиться к жителям нашего края В случае получения информации обращаться на сайт ГУМВД России по Старопольскому краю В территориальные органы внутренних дел либо на телефон доверия Гриф Восток, самый восточный район края Нефтекомский с рабочим визитом сегодня посетил Валерий Гаевский Губернатор региона осмотрел строящуюся уже 5 лет поликлинику и остался недоволен ни темпами строительства, ни размерами здания, назвав его махиной Анастасия Самойлова выясняла, перережут ли когда-нибудь в этом долгострою красную ленточку С первого взгляда на это здание сразу становится понятно до открытия, когда луны пешком Строительство затеяли еще 5 лет назад, однако его время от времени приостанавливали по разным причинам За весь этот период его все-таки построили, кое-где даже поставили окна и подвели коммуникации Поликлиника рассчитана на обслуживание 600 человек в день, столько заболевших не найдется, уверен губернатор Здание в три этажа лишняя трата денег, сказал глава региона Крайний срок открытия медучреждения – март будущего года, то есть меньше чем через полгода в этой поликлинике врачи должны начать вести прием Поликлиника первая должна стоять, 5 лет у нас строится, ничего не поплыло, ничего не залило, ничего менять не придется переделать, но я вижу дело на совесть Дальше в рабочей повестке остановка в школе номер 3 города Нефтекумска Губернатор заходил в классы, где шли уроки, на информатике поинтересовался, как обстоят дела с медиабезопасностью И могут ли школьники в свободном доступе попасть на сайты, по которым до 18 лет лучше не лазить Главу региона заверили, все под контролем, да и в целом, по словам преподавателей, школа идеальна Всего хватает, ни в чем не нуждаются, и только одна школьница с места выкрикнула, на уроках физкультуры замерзают В центре дополнительного образования во время визита Гаевского всю кипела работа Одни готовились к новому кукольному театральному сезону, другие тренировались перед экстремальным походом, третьи растягивались на станках И что вы имеете в парочку папа? Покажите, пожалуйста Нефтекумский район располагается на границе с республикой Дагестан, соответственно, Нефтекумск очень многонационален Именно об отношениях представителей различных конфессий шел разговор на круглом столе, который провел Валерий Гаевский Основная тема встречи со школьниками, когда, где и кому можно танцевать лесгинку Валерий Гаевский особо подчеркнул, никто не против самого танца на свадьбах, дискотеках и праздниках Другое дело слушать кавказские ритмы у себя под окном глубокой ночью Месяц назад, в сентябре, у вас был очень неприятный такой инцидент Махмуд Миктеб, если не ошибаюсь, да, Михаил Иванович? Да Когда молодые люди двух разных национальностей вроде на бытовой почве столкнулись И чуть ли это не переросло в какую-то разборку И только активные жесткие действия правоохранительных органов, администрации района Позволили не допустить плохого развития событий И вот такие нарывы у нас спонтанно появляются, особенно на территории восточных районов Противники спокойствия будут наказаны, Валерий Гаевский объяснил школьникам Поддаваться на провокации не стоит Последняя остановка в Нефтекумском районе – спортивный зал Здесь есть большой тренажерный зал, здесь занимаются вольной борьбой и играют настольный теннис Глава региона подтвердил – спорт – это правильный выбор Задача краевых властей – по максимуму поддерживать тех, кто выступает за здоровый образ жизни Анастасия Самойлова, Юрий Корниенко, Информбюро, Нефтекумск Гриф выборы – урны, избирательные бюллетени, кабины для голосования Сегодня в 220 учебных заведениях края прошли выборы президентов школ Кристина Ревенко наблюдала за голосованием в 30-м лице из Ставрополя Кристина, действительно ли все было как на настоящих выборах? Да, действительно, Анастасия, все было по-настоящему За месяц началась предвыборная гонка Всю эту неделю кандидаты провели на дебатах Ну а накануне состоялся традиционный день тишины В 220 школах Ставрополя сегодня сорваны занятия Все ученики выбирают своих президентов Каждый кандидат, составляв свою программу, проводил агитационную кампанию Все это, уверенно в Министерстве образования, послужит школьникам хорошим уроком в будущей жизни Здесь они смогут проверить, вот кандидат, он обещал, что он сделал, а правильно ли я себе сделал выбор И поэтому, когда они выходят уже во взрослую жизнь, они смогут сделать свой выбор более осознанным И уже никто из них никогда не скажет, выборы не нужны Они знают, как влияет выбор, для чего они нужны, и что это приносит им, как избирателям Министр образования не обошла избирательную урну стороной В кабинке для голосования Ирина Кувалдина поставила галочку рядом с фамилией понравившегося кандидата За кого вы все-таки отдали свой голос? Ну, я все-таки хочу сохранить небольшую интригу Я могу сказать, что это молодой человек, который учится в 10 классе Фамилию уже называть не буду Интриги не получилось Среди кандидатов был только один ученик 10 класса, Григорий Ленюшин Его соперниками в политической борьбе стали 6 активных девушек и один парень По всей видимости, выбор министра образования поддержали и другие ученики лицея Мне больше к нему доверия, чем к девочкам То есть все-таки мужчина должен стоять у руля власти? Да Сам Григорий на выборах сохранял невозмутимость Его программа, уверен, 10-ти классник, понравилась многим его товарищам Он предложил сделать упор на спортивную жизнь лицея и на всевозможные увеселительные мероприятия Своих оппонентов Григорий не воспринимает как соперников Ведь, отмечает парень, они все равно будут работать сообща У нас есть своя команда, в которую будут ходить все кандидаты А президент будет один, и все, кто баллотировался, тоже будут ходить Это своеобразный парламент будет Ну как ты оцениваешь свои шансы на победу? В принципе, могу выиграть процентов 70, думаю, что я выиграл После подсчета всех голосов будет названо имя президента А уже 11 ноября состоится большой президентский форум Где будут молодые руководители из всех школ края Там новоявленные управленцы обсудят развитие ученического самоуправления на Ставрополе Кристина Ревенко, Андрей Чернов, Информбюро Гриф почти полицейские ставропольские школьники провели целый день вместе с сотрудниками полиции Начали с построения, а закончили дракой Что произошло, расскажет Алексей Форсиков Полицейские, которые пригласили школьников попробовать себя в своей роли Постарались сделать так, чтобы все было как по-настоящему А если кто-то из них захочет после школы стать полицейским В университете им будут только рады На сегодняшний день участие приняло 50 школьников В будущем мы ежеквартально планируем проведение данных мероприятий Которые будут направлены на ориентацию молодежи к службе в органах внутренних дел А также повышение положительного имиджа сотрудников Ставропольской полиции День в университете МВД начался с построения Ребятам рассказали, что им предстоит С троем они, конечно, не ходили, зато увидели, как это делают профессионалы Первый урок – история полиции Школьники узнали об истории учебного заведения И о том, чему учатся будущие полицейские От физподготовки и стрельбы до знаний законов Потом начался урок поинтереснее – оказание первой медицинской помощи Полицейский обязан уметь делать искусственное дыхание И остановить кровь у пострадавшего Сергей Александрович у нас вместо легких потерпевшего будет То есть вместо него дышать А я руками буду вместо сердца расталкивать кровь по организму Вот в этом суть То есть за человека, который находится без сознания, получается, у которого нет сердцебиения, дыхания Мы за него и дышим, и работает сердце Совместными усилиями школьников и преподавателей манекен был спасен После медицины молодые люди попробовали свои силы в компьютерном тестировании Которые проходят курсанты первогодки А затем началось самое интересное Преподаватели предложили юношам поучаствовать в массовых беспорядках Изобразить агрессивно настроенную толпу А на их учебное усмирение вышел отряд полиции Со щитами и дубинками Уличный мятеж был успешно подавлен Молодые люди признались, что теперь никогда не будут даже думать о том, чтобы хулиганить на улицах Алексей Форсиков, Информбюро, при поддержке пресс-службы ГУВД Края В Краевом центре сегодня отметили День призывника Во Дворце детского творчества собралось более ста молодых парней Которые совсем скоро отправятся отдавать долг родине Новоиспеченные солдаты получили наказы и на путстве от властей города Ветеранов и военных комиссаров Также призывникам вручили дембельские альбомы Которые долгие годы будут напоминать им об этом нелегком, но важном событии в жизни Службе в армии Для меня служба это прежде всего долг родине Очень хочется отслужить Мой отец служил на Байконуре Тоже в таком же возрасте Решил пойти по его стопам Пойду служить в президентский полк Очень интересно Что там будет Наверное будет много эмоций положительных Также хочется узнать о солдатской дружбе Очень крепко, насколько я слышал Гриф средневековья Какое нижнее белье носили женщины в 8 веке А также где жили и какими предметами пользовались в быту Узнать это теперь можно в Краеведческом музее Там открылась новая выставка Подготовили ее не профессиональные историки и археологи А любители реконструкторы Олеся Мелехова узнавала Как жили наши предки в средние века Необыкновенная выставка тем Что впервые в Краеведческом музее Экспонируется такой ряд предметов Есть здесь и результаты творческих фантазий художников Такие экспонаты в музее называют новоделами А есть и реконструкции Их на выставке большая часть Это предметы, воссозданные в точности По древним выкройкам из тех же материалов И даже сшитые ручным швом Работа эта сложная и небыстрая Это очень трудная, кропотливая работа Она требует времени Она требует затрат энергетических, разумеется То есть люди ездят по большому территориальному пространству Географическому Посещают музеи Работают с источниками Если их допускают к материальным источникам Имеется в виду Работают с монографической литературой Заказывают ее По интернету выписывают Посещают библиотеки То есть изучают научные данные Ведущий экспонат выставки Юрта тюрков-кочевников В таких хижинах жили в дороге Разместиться там мог только один человек И как правило весьма зажиточный и высокого ранга Узнать социальный статус кого-либо можно было и по одежде Самым дорогим материалом был шелк Племена Аланов, жившие в предкавказе Контролировали часть шелкового пути Плату за работу получали дорогостоящей тканью Поэтому и жены всегда были в шелках Среди экспонатов есть шпильки для волос, украшения и даже детская игрушка Интересна выставка и коллекция нижнего белья того времени Вы здесь видите кофточку с правым запахом Оторученную шелком по горловине шелковой лентой По манжетам она украшена трехчастным шелком Что свидетельствует о социальном статусе владелицы Маргарита в Ставрополь приехала учиться В городе живет только полтора месяца Свободного времени у студентки немного Но при первой выдавшейся возможности Решила сходить на экскурсию в Краеведческий музей Говорить свою историю надо знать хорошо Поэтому сюда и пришла Понравилось больше всего оружие Доспехи Также обратила внимание на одежду Которую носили женщины Также Удивила Ну Как бы предметы быта Это немножко поразило Так как некоторые вещи Я не ожидала увидеть Экспонаты на выставке расположены в хронологическом порядке Начинается она с посуды Которой пользовались в первом веке А завершается костюмами 19 века Олеся Мелехова, Юрий Корниенко, Информбюро Гриф-тариф Жители многих городов края Особенно в регионе Кавказских минеральных вод Жалуются на проблемы с коммунальщиками В тех многоэтажках, где не установлены общедомовые счетчики Показания квартирных приборов учета расходятся с расчетами коммунальщиков И от людей требует платить больше Этот вопрос взял на контроль комитет Краевой думы Отвечающий за жилищно-коммунальное хозяйство Подробности в следующем материале Проблему рассказал своим коллегам Заместитель председателя профильного комитета Краевой думы Виктор Гончаров Обсудили на совещании в Сентуках Хотя вопрос актуален и для других городов края Больше всего жалоб от жителей и управляющих компаний Приходят из курортного региона Не только Сентуки, другие города Кавказских минеральных вод И такие обращения есть у меня и по городу Ставрополь От управляющих компаний Получается так Энергосбытовые компании сегодня Начинают Управляющие компании рассчитываются По тем показаниям счетчиков Которые у населения стоят То есть они собирают А разница, если нет общедомового прибора учета А, так сказать, вот эта разница появляется Между, так сказать, тем, что насчитала На сегодняшний день энергосбытовая компания И тем, что у людей показывают эти счетчики Появляется разница И вот эту разницу пытаются повесить То ли на людей, то ли на управляющие компании В итоге, обсудив проблему Депутаты, чиновники и коммунальщики Решили пока оставить в платежках прежние цифры По крайней мере до тех пор Пока не будет найден компромисс по этому вопросу В течение недели, значит, решить эти вопросы, снять Чтобы не отражалось, опять же, на людях Вот эти вот, так сказать, вопросы Взаимоотношения Вот человек платит, так сказать И это хорошо, да И управляющая компания Откуда лишние деньги возьмет Если эти деньги идут, по сути дела, от людей То есть, а вот, чтобы разобрались С энергосбытовыми организациями Ну, я думаю, что здесь еще будут вопросы Такие проблемы возникают только в тех домах Где не установлены общедомовые счетчики Либо приборы учета еще официально не сданы в эксплуатацию Энергию, потраченную на общедомовые нужды В них не учитывают И снабжающие организации выставляют свои счета Списывается это все на то, что должны стоять Общедомовые приборы учета Как бы вот на этой волне, но тоже Но сразу их одновременно поставить везде нельзя, да И здесь обратиться, так сказать, к энергосбытовым организациям Что не перегибайте палку То есть, проводите работу Значит, ну, платили люди и платят Как только поставят общедомовый прибор учета Сразу вопросы отпадут, правильно? Ну, на сегодняшний день, как бы вот Так как оно есть, так и есть А все на сегодняшний день, как бы вот Эта ситуация опять пытается вот так вот усугубить Так сказать, закрутить Или поставить вопрос перед управляющими компанией Что они должны заплатить А не пусть потом с людьми там разбираются Ну, есть вопрос здесь Есть вопрос и в дисциплине самой Ну, надо поскорее нам реализовать вот эту программу Установки общего домовых приборов учета Тогда многие вопросы отпадут Но этот вопрос еще, так сказать, положительные моменты есть Но я хочу сказать, что еще до его решения Еще надо идти, идти, да Заниматься депутатскому корпусу заниматься Значит, комитету профильному заниматься Администрации кавказских минеральных Вот и правительству края совместно заниматься Тут еще много проблем, да Экономить и устанавливать приборы учета нужно Но в последнее время именно из-за них возникает Множество конфликтов в жилищно-коммунальной сфере Чтобы этого не происходило, уверены депутаты Необходимый контроль над программой И грамотная информационная работа Я думаю, во-первых, здесь и сроки сжимать не надо Хотя сроки, конечно, сжатые, да А с другой стороны, надо все-таки идти по социальным программам Потому что у нас большинство населения не в состоянии Как бы самостоятельно решить эту проблему По установке, так сказать, приборов, да Не от того, что они не хотят Наверное, нет возможности Поэтому, ну, надо разбираться в каждом конкретном случае И идти То есть учет должен быть Рациональное использование должно быть Утечки не должно быть, да Ну, знаете, это кропотливая работа И надо просто и людям разъяснять, что за все надо платить Получается так, что как бы основная масса страдает кто людей Вот кто добросовестно своевременно это все делает, да А на них потом, вот самое обидное, что А потом на них и переваливают вот это вот в разницу, так сказать В разницу в оплате, понимаете Что в доме там один, два или там Несколько квартиросъемщиков найдется недобросовестных А все это отражается в целом на доме, на людях Поэтому много, много вопросов, да Но я думаю, что вот в принципе, как бы депутатский корпус внимательно отслеживает эту ситуацию Пропаганда нужна, разъяснение нужно Контролировать работу управляющих компаний надо Много жалоб поступает на работу управляющих компаний Начинать с управляющими компаниями работать Они говорят, а нас вот монополисты начинают их поддавливать То есть идет вот такая цепочка Еще одна и, пожалуй, главная проблема жилищно-коммунальной сферы, говорят депутаты Это рост тарифов В этом году комитетом была проделана большая работа, чтобы приостановить повышение цен Вот ситуация немножко сейчас успокоилась Потому что есть постановление правительства о том, чтобы приостановить, да, вот рост тарифов Но опять, это временно, как бы, даже и на этой стадии, когда приостановили, а все равно проблемы еще, вы видите, есть, да То есть необоснованный рост тарифов Естественно, мы выступали, добивались, создавали рабочие группы, на комитете собирались Не один раз рассматривали, значит, но обращались в вышестоящие инстанции То есть все-таки я считаю, что с тарифами надо наводить порядок Они не посильны на сегодняшний день для населения Тарифы не посильны И вот, то ли, так сказать, активность населения вместе с депутатским корпусом Ну, вот эта волна, которая была поднята в 2011 году в отношении необоснованного роста тарифов Она сыграла роль, да, то есть приостановили Но речь о чем идет? Я думаю, что, ну, вот пока все эти пройдут, так сказать, вот дела, да Потом опять начнут повышаться Государство должно контролировать эти вопросы И не допускать необоснованного роста тарифов Слишком много у нас посредников в энергоснабжающих, значит, ресурсоснабжающих организациях У нас каждый посредник, он пытается, так сказать, заработать, понимаете? На сегодняшний день даже они хотят купить дороже и продать дороже Потому что сегодня, чтобы заработать ему, да, ему надо дороже купить 10% или сколько там, 20% накрутить и дороже продать, понимаете? То есть, этих столько посредников у нас на сегодняшний день на всей этой цепочке От того, где это производится Потом это все дело транспортируется Пока доходит до потребителя, до нас с вами Здесь столько, так сказать, всего цепляется Вот от этого надо уходить Почему, так сказать, мы и говорим Что давайте, так сказать, проявим волевое решение Государство должно остановить, так сказать, необоснованный рост тарифов И создать условия для нормальной жизни населения Вот я бы так сказал Многие тарифы формируются на уровне федераций Поэтому существенно повлиять на них краевые депутаты не могут Но и у наших законодателей есть набор инструментов, чтобы держать рост цен на коммунальные услуги Но инициировать это, то есть, то, что мы делали То есть, там, где это касается работы комитета в рабочем порядке То есть, приглашали, разговаривали, так сказать Ставили этот вопрос, разбирались Находили, так сказать, куда деньги уходят Значит, не по назначению Дальше, через Думу можно инициировать какие-то поправки Так сказать, вот то, что касалось Мы через Думу инициировали и обращение, так сказать, в правительство Российской Федерации Понимаете? То есть, как это на федеральном уровне формируются эти тарифы Вот мы к этому подходили То есть, то, что касается электроэнергии Это решать через федеральный уровень То, что касается водоснабжения Это наш вопрос краевой То есть, мы его на краевом уровне должны решать Потому что наши ресурсы, понимаете? То есть, в каждом конкретном случае надо подходить Но, в принципе, мы как бы выражаем настроение людей, правильно? То есть, депутат, это вот как раз он и должен заниматься Отставить интересы населения А непосредственно эти вопросы или в хозяйствующей структуре решают Или в правительстве есть соответствующие, значит, структурные подразделения Которым это все подведомствует Налоговая служба России готовится списать ошибочно начисленные гражданам долги Подробности знает наш бизнес-ведущий Михаил Пекшев Михаил, ну и сколько человек, наконец, исключат из списка должников Здравствуйте, Анастасия Мера коснется почти 36 миллионов россиян Сколько ставропольцев, расскажу в бизнес-блоке программы Россиянам простят долги Речь идет о неправильно начисленных налогах на имущество Об этом накануне заявил глава налогового ведомства Михаил Мишустин Мера коснется физлиц, которых ошибочно занесли в списке должников до начала 2009 года Подробности в сюжете далее На Ставрополье в списках должников по ошибочным налогам числятся больше 700 тысяч человек А общая задолженность по имущественным налогам составляет 328 миллионов рублей Если мы с вами рассмотрим структуру То первое место, конечно, занимает задолженность по транспортному налогу с физических лиц На данный момент это 225 миллионов рублей Второе место занимает задолженность по налогу на имущество физических лиц Это 61 миллион рублей И третье место это земельный налог с физических лиц Задолженность по нему составляет 42 миллиона рублей Главная причина появления ошибочных долгов Неправильные сведения об имуществе физлиц, собираемые регистрирующими органами Именно они передают их в налоговую службу Которая по закону обязана начислять налог, даже если информация недостоверна И исправлять ее не имеют ни права, ни средств Чтобы начать кампанию по списанию долгов, нужен специальный закон Если депутаты успеют принять его в ближайшие два года То ошибочные налоги будут обнулены уже к апрелю следующего года Это позволит гражданам избавиться от несправедливых претензий налоговой А самому фискальному ведомству разгрузиться от бесполезной рутинной работы Списаны будут только ошибочные долги, которые образовались к началу 2009 года Первая, скажем так, часть этой задолженности приходится как раз на те недостоверные данные Которые говорил руководитель нашей службы Михаил Владимирович Мишустин И вторая часть задолженности, невозможной к взысканию Относится к той категории, которая уже вышла за пределы трехлетнего срока исковой давности То есть она уже невозможна к взысканию Она фактически является фиктивной Ну, грубо говоря, находится только на бумаге В налоговой уверили, что россиянам, несправедливо оказавшимся в списке должников Ничего доказывать не придется Ведомства, участвующие в процессе, будут устранять ошибки сами А узнать о состоянии реальной задолженности граждане могут на сайте краевой налоговой службы www.r26.nalog.ru Здесь действует личный кабинет налогоплательщика В нем можно не только узнать о своих долгах перед бюджетом Но и сообщить, если какой-то платеж был начислен неправильно В этом случае налоговая служба поможет исправить неправильную информацию К другим новостям В этом году ставропольские бизнесмены могут принять участие в конкурсе «Социальный предприниматель» Его проводит фонд региональных программ «Наше будущее» Цель конкурса – развитие социально ориентированного бизнеса в России Это, отмечают авторы проекта, уже не традиционный бизнес, но и не благотворительность От предпринимательства он отличается целями, ориентацией на социальные изменения И разрешение проблем общества От благотворительности, рыночным характером деятельности И нацеленностью на создание успешной бизнес-модели Поэтому на финансирование в рамках конкурса могут претендовать проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем Например, создание новых рабочих мест или объектов инфраструктуры в здравоохранении, культуре и образовании За три года фонд поддержал 24 проекта на сумму около 60 миллионов рублей Аграрии Ставрополя за 9 месяцев текущего года произвели на 15% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года Объем производства составил 77 миллиардов рублей На 1 октября сельхозпроизводители края собрали без малого 8 миллионов тонн зерна без кукурузы Это почти на 20% больше соответствующего периода прошлого года Средняя урожайность зерновых превысила 39 центнеров с гектара Увеличилось и общее поголовье крупного рогатого скота В начале октября в хозяйствах региона было почти 390 тысяч животных Однако, если количество коров увеличилось, то свиней, овец и коз снизилось И в заключении курса валют, евро банки сегодня покупали за 42 рубля 80 копеек, а продавали за 43.42 доллар Курс покупки 31.15, продажи 31.72 Курс валют, установленный Центробанком на завтра, евро 43.14, доллар 31.34 И на сегодня это все бизнес новости, я прощаюсь с вами и желаю удачи в делах Михаил, спасибо за бизнес-блог новостей, а теперь пришло время поговорить о погоде И я передаю слово нашим уникальным метеоблизняшкам Маше и Даше Здравствуйте, это единственный в мире синхронный прогноз погоды Сегодня ночью территория края около 7 тепла За трасс Старополь и на мыске пасмурно, возможно осадки Днем 11, вечером плюс 8 В городах Кавказских моральных вод облачно Днем 12, вечером 9 градусов выше 0 Ветер восточный 2 метра в секунду Односерное давление в норме С вами были Маша и Даша Хорошей погоды, пока-пока Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf Смотрите наш первый краевой спутниковый канал stv+. В 3 калории Заходите к нам на сайт stv.rf Смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете Обязательно звоните, мы поможем Телефон нашей редакции в Ставрополе 35 13 45 А у меня все, вы смотрели информбюро программы чистых новостей С вами была Анастасия Янцова С вами был Игорь Негода